Белорусское качество через традиции к современности. С чего все начиналось и как сейчас выглядит современное предприятие. Узнаем из чего изготавливают слуцкие пояса, а также увидим какие технологии применяются при изготовлении льняного волокна. Традиции ткачества корнями уходят в глубокую древность. На протяжении веков оно развивалось, совершенствовалось и передавалось из поколения в поколение. Возникновение процесса связано было с необходимостью в утепление жилища. Затем ткачество стали использовать для декоративных целей. Так появились такие декоративные изделия, как гобелен и ковер. Одна из национальных реликвий белорусов – знаменитые слуцкие пояса, большая часть из которых находится в музее. Сейчас современные мастера делают копии, аналоги, оригинальные произведения, которые пользуются спросом в качестве сувенирной продукции. И сегодня мы приехали в Слуцк, чтобы поближе познакомиться с этим древнейшим ремеслом, узнать, насколько отличается технологический процесс, а также побываем на производстве льна одного из главного сырья для ткачества. Это программа «Центральный регион». С вами Ангелина Валькович. Здравствуйте. Первое, с чем ассоциируется у меня Слуцк, это, конечно же, всем известные слуцкие пояса. Ведь именно этот город стал настоящим мировым центром по производству тогда оценившихся на вес золота аксессуаров. А сегодня по-настоящему бесценных музейных экспонатов. Изготавливались пояса на местной мануфактуре, основанной в конце 30-х годов XVIII века, и принадлежавшие князьям Радивиллам. Но по-настоящему знаменитыми эти предприятия сделали обычные люди – мастера, ткачи и художники, которые на них работали. И прежде чем увидеть, как в современных реалиях создается культурный бренд республики, мы решили окунуться в историю и начать экскурсию с музея. Первая мануфактура была открыта Радивиллами в XVIII веке, куда выходец из Османской империи вывез под угрозой смертной казни два станка в разобранном виде. То есть уже позаимствованы, так скажем, и уже началось ткачество наших слуцких поясов. Уже, конечно, открывались какие-то и другие мануфактуры, похожие предприятия, и пытались выдать очень многие свои пояса за слуцкие, но качество, конечно, отличалось значительно. Поэтому слуцкие пояса, вот именно слуцкие, они так и ценились дорого. Первые мотивы были более восточные такие, мода на пояса такие пришла из Персии. Первыми мастерами, конечно же, были персы и турки. Потом уже, когда наших мастеров обучали, спустя семь лет уже появилось что-то свое. Процесс создания пояса был очень длительный. Начнем с того, что обучение длилось на ткача шесть-семь лет, и не каждый мог усвоить этот процесс, не каждый мог понять, как оно работает вообще. Женщин к этой работе не допускали, ткачами были только мужчины, да. Женщины работали на мануфактуре, но у них была более такая простая работа. Они наматывали нити на веретено, а потом уже передавали их ткачам. Существовало такое поверье, что если женщина прикасается к золотым или серебряным нитям, металл начинает темнеть. И поэтому работали только ткачи. Ну, также еще считалось, что женщина просто не способна запомнить столько информации, чтобы сделать пояс. Ткачи работали по 16 часов в сутки. За пределы мастерской они не имели права выходить абсолютно никуда. Они здесь и кушали, они и отдыхали. Процесс вообще создания пояса был очень большой тайной. И третьим лицам было, во-первых, невыгодно передавать, а во-вторых, ну, никто не хотел делиться своим опытом с другими. Пояса начали немножечко уходить после присоединения Беларуси к России. Уже начали изготавливать одежду для священнослужителей. То есть тоже на станках? Порчевую ткань начали выпускать, пояса немножечко уже отошли, но фрагментарно все равно они присутствовали. Хорошо. А какие-то скатерти? Конечно, конечно. Но это уже было... Да, это уже не на потоке было, да. Это уже люди делали для себя. То есть это было не на продажу в основном, а как бы уже именно... Но в домашних условиях, я так понимаю, прялка, вот это вот что-то... Да, изначально, конечно, все начиналось с обычных прялок, а потом уже начали изготавливать такие станки, уже начали работать именно на станках. Конечно, большие предметы, скатерти, покрывала какие-то невозможно было сделать вручную. Да и сами пояса, вот народная зона, вы пройдете, потом посмотрите, что это... Если что-то можно было сделать вручную, то те же пояса нельзя было уже сделать вручную, даже обычные, не шелковые, а самые простые. Их уже изготавливали на станках. Вот. Постепенно все переходило. Вот чего это простого до более сложного. И уже повышался уровень и работоспособности, и навыки, конечно, прокачивались, повышались. Словские пояса откались из тонких, шелковых, золотых и серебряных нитей. Длина достигала от 2 до 4,5 метров, а ширина от 30 до 50 сантиметров. Пояса украшались по краям узорной каймой, а концы – пышным растительным орнаментом, в котором народные узоры сочетались с восточными мотивами. Для богатой шляхты они были не только статус-символом, подтверждающим богатство. Стоили они немало. Цена была сопоставима с годовым офицерским жалованием. Вдобавок, эти пояса носили и определенный церемониальный характер. У слудского пояса не было изнанки. Все стороны являлись лицевыми. Они могли быть одно-, двух- и даже четырехсторонними. В случае торжества шляхтич повязывал его яркой, красочной стороной. В обычные будни, либо же во время траура, пояс переворачивали. Серебряные нити, как они вообще получались? Женщины на тоненькую-тоненькую шелковую нить вручную стружку, либо золотую, либо серебряную наматывали. Это был очень трудоемкий такой процесс и очень сложный. Вот это все, всем этим занимались женщины. Так же, как и ткачи, они не имели права никуда выходить за пределы своей комнатушки маленькой. Наматывали нити на веретено. Слудская мануфактура просуществовала до 1848 года, а технологии ткачества поясов, к сожалению, были утрачены. И только спустя почти 300 лет после начала производства было инициировано возрождение промысла на промышленной основе. Помочь в поисках утраченного должна была модернизация. Северный шелк. Именно так называют белорусский лен. Еще издавна к нему относились с особым уважением. Ценили за целебную силу, а льняную одежду считали символом чистоты и невинности. Процесс изготовления ткани был отлажен веками. Осенью лен собирали, затем теребили и оставляли в поле на пару недель. Дальше его сушили и мяли. Затем лен трепали, держа пучок в одной руке и ударяя сверху вниз деревянным трепалом. А после чесали. Из размятых волокон на прялке пряли нити и уже на ткацком станке изготавливали ткани. Сейчас для получения льняного волокна используется современная техника. Тем не менее, хлопот по-прежнему хватает. Лен, пожалуй, самая трудоемкая в производстве культура, начиная с подготовки почвы и ухода за посевами. Здесь на предприятии лен выращивают сами. В этом году урожай выше прошло гоня на 20% примерно. Номер также выше у нас. Мы находимся в сырьевом тамбуре, где сложены рулоны, члены тресты, и откуда начинается производство леноволокна. То есть мы отсюда подаем на линию тресту, и там происходит первичное сформирование слой и дальнейшая переработка ленов тресты. На заводе работают две линии – старая и новая. Современное оборудование позволяет получать безотходное производство. Получаемая костра прессуется в топливные брикеты и отправляется на предприятие ЖКХ. Все процессы почти автоматизированы, поэтому на линии длиной около 100 метров работает всего несколько человек. За сутки перерабатывается около 30 тонн льно тресты. Здесь изначально мы закладываем тресту, чтобы получить по этой австрийской линии длинное волокно. Рядом у нас находится линия короткого волокна. И от качества тресты зависит качество волокна. А волокно на наш момент – это лучший показатель для наших заводов. Мы лучшее сырье подаем на этих линиях. Вообще у нас сырье в этом году показательное. Можно сказать по номерам лучше, чем в прошлом году. Далее она идет по технологическому процессу. То есть с самого первого момента, когда она проходит формирование слоя, она поступает в мялку. В мялке происходит отделение костры от стебелька. Древесина поступает в острое отделение, а волокно далее по технологической линии идет трепанный барабан, где происходит окончательное удаление костры и готовое получение длинного трепанного волокна. После того, как треста прошла все этапы, на выходе мы получаем вот такое вот трепанное волокно. Оно отличается по цвету и длине. В основном существует три цвета. Более такое светлое, желтое, крайне редко, и серое, с оттенком серого. Лен любит обходительность. Об этом Тамара Курильчик знает не понаслышке. Работает на предприятии 8 лет. Ее задача – определить и своевременно снять качественное волокно, а ненадлежащее отправить на повторную переработку. За профессиональный стаж Тамара Григорьевна и ее коллеги по смене с легкостью на глаз могут определить качество и длину волокна. Нам надо снять качественное волокно. Если оно идет чуть не качественно, мы его отправляем на повторную переработку. Видите, оно хорошее волокно. А вот бывает такая вот сеточка, и она будет плететь на вторую на повторку. Оно видно, когда идет сеточкой. И идет на второй пропуск. И потом оно выходит за пять чистое волокно. Все техническое оборудование контролируют специалисты. Задача ответственная – быстро устранение неполадок на линии, чтобы рабочий процесс не остановился. В стороне никто не остается. С проблемами справляются быстро. Работаем посменно. У нас четыре бригады, по три смены. Сменя – два наладчика технологического оборудования. Забилки обнаруживаются у нас на компьютере. Ошибки усвечиваются. Я стою, компьютер загорелась, ошибка. Я уже вижу, какая ошибка. На заводе производят волокно разного размера. На каждой партии номер. Чем он выше, тем продукция лучше. А значит, будет спрос. Белорусский лен ценится как на внутреннем рынке, так и за рубежом. На экспорт идет около 20% производимой продукции. Здесь идет отборка по длине, по цвету, по номерам. Взвешивается, прессуется, и мы отправляем на места хранения в наш склад. Поступает оно на Оршанский льнокомбинат. Из него изготавливают ткани. Короткое, конечно, волокно. И для технических целей, и для нетканых материалов. Но, конечно, лучший показатель – это длинное волокно. В этом цеху находится самый большой ткацкий станок. Размеры его действительно впечатляют. 6 метров в высоту, более 8 в ширину. Теперь за все отвечают не руки, а компьютеры. В программу заложены все параметры. Ткач лишь контролирует процессы. И, кстати, работают здесь исключительно женщины. Это единственный в мире станок, который может переплетать нинти и создавать уникальные рисунки. Для производства пояса используется золото, шелк и серебро. Само же оборудование было изготовлено немецкими специалистами в 2013 году. С тех пор производство предприятия только расширяется. К восстановлению утраченного мастерства подошли основательно. Прорабатывалась каждая деталь. Начиная от процесса возрождения технологии изготовления до поиска производителей шелковых, позолоченных и посеребренных нитей. Прекрасно знаете, что слотские пояса – это вообще визитная карточка нашей Беларуси. Это гордость нашей страны. В 18-19 веках это была просто традиция, без которой нельзя было вообще выйти из дому, не одев пояс. Невозможно было создать вручную пояс, передать все плетение нитей. Поэтому на государственном уровне была создана программа и было обращение в немецкую страну, чтобы создать этот станок. 1200 переплетений нитей, 6 челноков и 7 основ, что дает великолепную основу для того, чтобы создать все эти произведения, передать цвета пояса, рисунок. Станком управляют специально обочины ткачей. Они следят за тем, чтобы не было порыва нитей, так как это приведет к браку, будет дорожка и будет пояс бракованный. Поэтому станок работает у нас три смены беспрерывно. Производство пояса по-прежнему трудоемкий процесс. На изготовление одного аксессуара шириной 30 сантиметров и длиной 3 метра уходит 60 часов. Современные пояса все так же ценятся. Такие изделия пользуются спросом. Они у нас продаются ежемесячно, находятся во всех музеях. Даже частные лица приобретают для себя. Вот сейчас у нас пояс улетел во Францию. Вообще в 18 веке раньше драгоценных нитей было до 200 грамм. Там поясы в одном. Понимаете, сколько брак? Здесь и шелковая нить, я так понимаю? Да, да. И серебро, и золото, видите, и метанин. Все идет в одном поясе. Если происходит брак при изготовлении пояса, можно ли это как-то исправить? Да, потому что, во-первых, в качестве времени находится на рабочем своем месте. Он вовремя заметит и вовремя устранит эти неполадки. Сразу обратила внимание на вот эти вот салатовые такие, я не знаю, это нити или струны, палочки. Что это такое? Это аркадные шнуры. Аркадные? Аркадные шнуры. Для чего они? Через них вот проходят, видите, двигаются нити вверх-вниз. Это дает возможность создать новый рисунок постоянно. Этот станок единственный в мире, потому что не было возможности на ручном ткацком станке создать при плетении красоты всех нитей. Эти нити тоньше, чем человеческий волос. Помимо автоматизированного оборудования увидеть здесь можно и ручные ткацкие станки. На них производятся салфетки, рушники, покрывало, столовые комплекты, скатерти, накидки. Всего на предприятии их 15, обученные искусственному делу 7 ткачих. К сожалению, времени на интервью мастериц не оказалось, но признались, работу свою любят и гордятся. Ведь они сохраняют и передают традиции свутских мастериц. Поднимаемся в швейно-ткацкий цех. Здесь работа всегда кипит. В нем есть несколько участков. Один из них – раскроенный. Так сегодня на линейке комплекты постельного белья с вышивкой. Мы делаем все необходимые операции, которые требуются для дальнейшей обработки изделий. Если необходимо покроить, мы кроим. Если необходимо вышить, мы вышиваем. И все подается в швейный цех и обрабатывается дальше. На данный момент мы занимаемся набивкой подушек. Подушки у нас выполняются из нескольких видов сырья. То есть это может быть бязь, может быть лен и может быть ткачество. Или совмещение льна с ткачеством. Очень красивые декоративные подушки. Ткачество у нас свое. То есть мы выпускаем сами. Ну а уже бязь, лен мы, естественно, закупаем. Внутрь мы вкладываем льняной наполнитель. Тот, который выпускается на нашей фабрике. Мы специализируемся именно на пошиве подушек из натуральных волокон. То есть это лен и льняное волокно, это тоже натуральное. Но уже внутрь для поддержания формы вот такой подушечки вкладывается вот шаровое волокно. Как-то вот все покупают теперь из натуральных волокон. Но это ближе к здоровому образу жизни, к продлению нашего долголетия. Вообще процесс набивки подушек у нас автоматизированный. Сегодня мы можем показать, как это происходило ранее, как мы это делали вручную. Вот это вот шаровое волокно, оно согласно ГОСТам, вот, сначала взвешивалось на весах определенное количество. И потом вот так вот сначала, если это вручную, вот как раньше, сначала бралось небольшое количество. Так вот, его нужно немножечко как-то сжать. Вот, прижать слегка, для того, чтобы просто его было удобно всунуть, да, вовнутрь. И вот так пальцами нужно было обязательно в уголочки сначала засунуть. То есть с двух сторон? С двух сторон сначала в уголочки. Вот засовываются, формируются вот эти вот уголочки, чтобы они не были пустыми. Вот, а потом уже вот так вот внутрь, да, и вот так ровненько распределяется. И это все вручную делалось? Раньше это делалось вручную. Конечно, это делал не один человек. То есть вот такую подушку набивало? Набивало два человека. Один взвешивал, а второй делал, ну или четыре, в зависимости от того, сколько нужно было необходимо вот в день сделать по заявке. Ну, по времени, как она быстро набивается? Ну, вообще в день можно набить 150 подушек вручную. Срок службы подушки есть какой-то? Или она может служить вечно? Перевые подушки, как вы знаете, в них заводятся все эти пылевые клещи. Их рекомендуют, вот многие сдают в химчистку. А вообще, по рекомендациям санитарных врачей, подушечку рекомендуется менять, ну, раз в полгода. Вот такую подушечку. Вот такую подушечку, не перьевую именно. Это прям как с зубной щеткой, да? Ну, зубную щетку пораньше, каждый там раз в месяц. Служит не год? Конечно, конечно, не год и два. Можно поменять наполнитель, можно верх поменять. Все можно сделать, но, наверное, это, может быть, многие делать и не будут. Поэтому лучше раз в полгода поменять подушку и спать спокойно. Спать спокойно, да. Еще один предмет обыденного, но в то же время праздничного назначения, который выступал в качестве дара и оберега – рушник. Обрядовые функции его во многом аналогичны полотенцу. Сейчас его покупают в качестве сувенирной продукции. Производство его также сложный процесс. Выкраивается вначале полотно, для изготовления его используется лен. Затем создается рисунок вышивки. Процесс нанесения может заняться от пару минут до нескольких часов. Из такого готового полотна у нас получится 8 рушников. Процесс этот происходит вручную. Разрезается ножницами, да. И что еще надо потребовать для этого? Все. Обрабатывается рушник вручную. Затем расческой вычищают нити, лишнее обрезают. Теперь наш рушник осталось проутюжить и упаковать. Готовые изделия относят на проверку. Контролера качество устроило. Поэтому смело клеим наклейку и упаковываем. Ассортимент фабрики настолько велик, что глаза разбегаются. Это и одежда с вышивкой, и столовые комплекты, рушники, куклы, сувениры, сценические костюмы, покрывало и даже аксессуары для мобильных телефонов. При этом ни одна товарная позиция на складе не задерживается. Нам не хватило и дня, чтобы ознакомиться со всей продукцией и более подробно изучить технологический процесс. Зато стало понятно, насколько ценным является такое производство, и радостно, что культурное наследие есть кому сохранить. Редактор субтитров А.Семкин